Впрочем, и сам Юра Хой уже далеко не тот воронежский панк, каким он был раньше. Когда-то певец носил джинсовую рванину и проколол себе ухо гвоздем, чтобы повесить сережку. А слабо типа гвоздем, вот не слабо. А теперь он ходит в брюках и шелковой рубашке. Нецензурщину в своих песнях певец ликвидировал. На концертах мы матом вообще не ругаемся. Юра предупредили, заменяй слова, потому что цензура работала. Песню он записывает не на доморощенной студии, а в Гала Райкордс, одной из лучших на тот момент в Москве. У него никогда не было проблем с качеством записи. С ним работали лучшие специалисты. Все это было закономерно. Панк повзрослел. Его группа, созданная шутки ради, превращалась в большую коммерческую машину. И вдруг новость, как гром среди ясного неба. Хой умер. Ему было всего 35.